Итак, уважаемые товарищи, мы с вами продолжаем изучение науки логики. Вот рассмотрели мы с вами иное само по себе, пришли к выводу, что в нем есть два момента – отсутствие своего наличного бытия и соотношение с собой, равенство с собой. И поскольку иное соотносится с собой и становится тем самым утвердительным, то мы пришли к выводу, что это нечто, и тогда момент отсутствия наличного бытия – это, собственно, момент нечто. Поскольку нечто – это бытие, то тогда момент отсутствия бытия есть бытие для иного, а момент равенства с собой – это в себе бытие. Дальше мы зафиксировали, естественно, след за Гегелем, что в себе бытие сначала представляется только как противостоящее, как вне бытия для иного, существующее. Но на самом деле при ближайшем рассмотрении в себе бытие предстоит как не бытие, а бытие для иного, и тем самым с ним связано, а не разведено. Ну и точно так же бытие для иного – это не ничто, не просто иное, а есть момент – нечто, противостоящее в себе бытию. То есть есть бытие для иного, мы говорим бытие для иного, самого нечто, то есть такого нечто, которое самому себе равно. Если бы не было в этом момент равенства, тогда бы мы имели бы иное, но это уже пройденный этап. А бытие для иного есть только как непосредственное отрицание в себе бытия. И вот то, что нечто есть в себе, есть и в нем, внешним образом, потому что мы с вами видим, что эти два момента оказались тождественными. Ну, как с вами понимаем, что тоже, что это с одной стороны снятие различие, а с другой стороны и сохранение их тоже. Потому что если бы они не различались, тогда не было смысла говорить о тожестве. И вот поскольку мы с вами получили в нем бытие, то есть такое тоже, что в себе бытие, бытие для иного, которое снова имеет вид бытия, то определенность в нечто становится простой определенностью или определением. И это дает нам возможность перейти к рассмотрению категории, которая следующая категория – определение. Итак, значит, мы рассматриваем с вами определенность, если мы ее рассматриваем, то она тем самым предстает как качество. Поэтому мы можем говорить, что это не то первое качество, а качество, которое предстает перед нами после снятия различий между всею бытием и бытием для иного. Так вот, качество, которое нечто есть в себе, в сущности находясь вместе с другим моментом этого нечто, с бытием для иного или с нем бытием, – это определение. Или по-другому можем сказать, что определенность, утвердительная определенность, а в себе – это же утверждение, соотносящееся с собой, утвердительная определенность, как в себе, в бытие, – это определение. В гигде есть и то, и другое определение. Вот что важно подчеркнуть, что раз мы говорим об определении, которое есть в себе, находясь в единстве с другим моментом этого нечто, с бытием для иного, то здесь определение у нас должно себя выражать и во внешнем тоже. Потому что если бы определение состояло только в том, что что не выражается, то тогда мы бы вернулись к чему-то прежнему. Мы бы тогда неправильно просто понимали с вами бы в себе бытие. И тогда не учитывали, так сказать, переход в себя бытия, в бытие для иного. Поэтому всякое определение выражается во внешнем тоже. Если человек умный, он выражается в его внешности. Если он решительный, это в его действиях, в решительных действиях его определение. То есть это относится к его определению. Хотя, может быть, здесь я больше говорю об определенности. Ну вот можно взять некоторое определение. Например, как бы вы определили капитализм. Ну и классическое определение. Та стадия товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Если бы сказать, что... А вот если бы сказать, что капитализм – это товарное производство. Было бы это определение капитализма? Неполонное, наверное. То есть это товаризм, по сути, да. Нет. Такого производства. Ну, к этому еще вернемся. Ну, вот такое товарное производство, которое... Привленности, скорее. Да, не связано с куплей, продажей рабочей силы. Существует. Имело место быть в истории. Мелкие крестьяне, работающие на рынке. Мелкие буржуа. Они, кстати, и профитализм были. Да. Поэтому, если бы мы вот так ограничивались бы таким рассмотрением, это было бы не точно. То есть тогда бы мы капитализм не выделили бы из общей ситуации товарного производства. Не отличили бы его от бытия для иного вот этих мелких товаропроизводителей, которые не эксплуатируют чужой труд, или, точнее говоря, это для них не является определяющим признаком. Они могут эксплуатировать. Но вообще говоря, так сказать, они сами труженики. Это их определение мелких буржуа. То есть мелкие товаропроизводители, работающие на рынке. Что значит мелкие? Значит, не мающие регулярно рабочую силу. Тогда это не капитализм. Ну, говорилось, если мы будем рассматривать более внимательно эволюцию мелкого буржуа, то мы увидим, что он имеет тенденцию или к превращению в пролетария большинство, или к превращению в капиталиста. То есть тогда он занимается наемом рабочей силы. Вот поэтому мы не можем считать утверждение, что капитализм и металлурное производство, его определение. Определение устоит в том, что он о стадии товарного производства, когда и рабочая сила становится товаром. Поэтому в современном капитализме есть у него бытие или иного? Вот такое, которое... Ничего только нет в современном капитализме. Есть просто рабские отношения. Рабский труд не применяется, что ли? Ну, прямо рабы, захватывает. Что такого нет? Есть. Есть кто-то пытается еще это сам сделать на рынок. Такие тоже есть. Ну и вот, тем не менее, противовес этому капитализм себя утверждает, как равный самому себе. И он, конечно, в этом смысле доминирует. Хорошо. Значит, мы с вами определили определение через в себе бытие. Мы с вами говорили, что произошло снятие различия в себя бытия и бытия и иного, а раз произошло снятие различия, значит, второй момент совсем исчез? Совсем исчез? Или он есть? Есть. Как? Как снятый, да? Значит, поэтому мы должны рассмотреть определенность нечто со стороны бытия для иного. И вот такая определенность, взятая со стороны бытия для иного, как бытия для иного, это характер. Это, помните, анекдотцы. Говорят, уважаемые госпожа Едир Ганди, Тетчер, Тетчер, Ганди, Тетчер, сам я вижу, что Ганди, а написано Ганди, ну, у меня тоже, вы говорите характер, а у меня написано свойство, сам знаю, что характер, но у меня свойство, да, у меня тоже свойство. То есть свойство, конечно, оно, чем хуже характера? Характер подчеркивает внешность, да. А вот в бытие иного и требуется подчеркивать внешность, а свойство это заворачивает опять на себя, вот причем непосредственно и сразу. Поэтому определение и свойство в этом смысле не так резко противостоят друг к другу, как определение и характер. Характер то, что для иного, как бытие для иного, а определение как себя. А свойство, оно опять на себя заворачивается. Ну, хорошо, характер. Значит, итак, характер это ведь внешнее, бытие для иного изменчивое. Но характер воздействует. Это та сторона, нечто, которое подвержено изменению, воздействию извне. Итак, определение это в себе, определенность как в себе бытия, как в вердительной. Хотя противовес, да, бытие для иного характера – это здесь нечто внешнее. Но, значит, если мы будем рассматривать определение. То, что нечто и вспоминаем, то, что нечто есть в себе, есть и в нем. А что значит в нем? Внешним образом. Поэтому само определение соединяется с бытием для иного. А определенность как бытие для иного что у нас такое? Это характер. Поэтому, когда мы рассматриваем определение, внимательным образом, да, мы приходим к тому, что оно не сводит себя до характера. И это потому, что оно есть в себе, как противостоящее бытие для иного, а значит, и находящееся вместе с ним. Так это, наверное, нас удивляет, что определение переходит в характер. Твердый человек, у него твердый характер. Так это его собственное? Он в этом равен себе или не равен себе? Твердый характер. Можем предположить, что это его собственное определение – быть твердым? Значит, во всех обстоятельствах проводить свою линию. Придерживаться своих убеждений. Если вот так понимать твердость характера. Или он там тряпка и так далее, а мы только вот видим, что он так… Так это же… Это и нормально. То есть, может быть, нас немножко настораживает, что, так сказать, не сводит себя до характера определения. Такое. Понижает, да, как бы понижает. Но я думаю, что здесь понижает в том смысле, что приближает к бытию иллия нового, к внешности. А с самого психи в этом ничего негативного нет. В демонстрации того, что есть себе в своем характере. Ты умный, но так… Покажи себя умным человеком. Это должно быть в твоем характере тогда. То есть, внешним образом. Внешним образом. Я пытаюсь избежать слово «прояви себя как». Потому что это уже сущность явления, это немножко из другой сферы. То есть, определение проявляется в характере. Нет возражений так трактовать? Смязь? Абсолютно нет. Нет. И поэтому давайте не грустить по поводу того, что определение понижается до характера. Не сводит себя до характера. Это замечательно вообще-то. Это замечательно. Но не надо грустить, потому что и с другой стороны что. А если мы будем характер рассматривать сам по себе? Мы когда давали определение определения, мы уже упоминали, что оно должно проявить себя во время. Конечно. Конечно. И вот это сейчас, собственно, и положено. Совершенно верно. Теперь характер рассматриваем. Значит, характер, как мы помним, это характер рассматриваем сам по себе. Это определенность как бытие для иного. Итак, определенность взятой как бытие для иного, то есть сама по себе. Есть иное по отношению к самой себе. Так это что, определение? Это опять момент равенства с собой. Так тем самым характер переходит в определение. И это нас сразу удивляет. То есть мы воздействуем на внешний человек. Вот вещи тут есть родители, и они меня поймут. Говорят, делай то, делай то. И он вроде... Что значит делает то? То есть воздействие на него характер. Вроде бы... Значит, он, видимо, делает не то. Потому что если бы он делал то... Что ты, папа, в открытой двери сломишься? Я вроде так все и делал. Нет, мы его поправляем, поправляем. Потому что он не то делает. Давай действуем на него внешнюю. И чем-то заканчивается. Думаю, в итоге. Но если мы хороший воспитатель, конечно, если мы делаем то, делаем то, и дух противоречия, и там вот такой же возникает. То есть, это, конечно, мы так вот направляемся, все деликатно, там, всякие... Что-то делает, получается. Он тут что-то делает. И это становится его собственным определением. Батюшки, смотри, он то и делает. Смотри, ты уже так радуешься. Ух ты! Плоды. Ну, а если... Тут одно из двух. Или вы педагог очень такой. Посредственный. Говорите одно, а делаете другое. И поэтому воздействие на характер... Это не только словами, а собственным примером. Значит, вы делаете другое. Ребенок чувствует эту фальшивую зону. Говорит, так вот. Эта сторона воздействует ваша. Тогда, видимо... Ну, или вот так вот. Ну, как это, не мать, не отца, а в проезжую молодца. Чуть-чуть. Откуда такое? Непонятно. Вроде мы все так делали. Но тоже бывает. Какое-то внешнее воздействие, очевидно, было. Помимо вас. И надо сказать, что нам сейчас воспитывать очень сложно. Детей-то. Потому что мы это вот делаем. Говори, говори. А он воткнул, и там весь мир... Причем мир вот... В том числе и свалка. Вся мировая, она тоже там. И что-нибудь оказывает доминирующее воздействие. Ой-ой-ой. Непонятно. Поэтому это с вами воздействие. На него может... На него воздействует улица. Ну, так поэтому... Что значит улица? Ведь улица могла по-разному воздействию. Да, пионерский отряд пошел на улицу, значит, тимурский отряд помогать. Мы, к сожалению, вкладываем сейчас другой смысл улицы. Вот все же негативное. Что там может быть, оно на него воздействует. Ну, воздействует, конечно. Это становится в определении. То есть процесс воспитания – это и есть воздействие на характер. А как по-другому-то? Который переходит в определение. Ну, и когда это... Он утвердился, да? Ну, тогда уже он становится воспитателем. Хотя, наверное, никогда нельзя, так сказать, остановиться на этом вопросе, потому что даже человек, уже утвердившийся, тем не менее, через характер получает воздействие. И всякое воздействие. А что, взяточники казнокрада? Это что, изначально он родился? Ну, это... Несите его! Он взяточник. Да нет же! Сын у меня был взятый. Да-да, вот мы и так воспитываем, как это взять. Никто же так не делает, наверное. Ну, я не знаю. По крайней мере, представление такое уж. А, вдруг откуда же это берется? Да, переродился. Ну, сколько таких? Вот так же был термин «перерожденец». Или «бытовое разложение». То есть, вырубил. Коммунист, там кровь проливал, бескорыстный, все. И потом вдруг, бас! Ну, это понравилось, это... Это вот... Маяковский боролся с перерождением. Значит, мечанин «быт» погрузился вдруг. То есть, это тоже. Да, здесь вещь из характер. Остановится собственным определением. То есть, это тоже штука очень противящивая получается. Так вот, переход «бытия». Простите, свойства характера в определении определения. В характер есть изменение нечто. И нечто есть только как изменяющееся. Вот теперь мы увидели нечто, когда посмотрели поближе. оно изменяющееся. Там-то было спокойное. Ну, вот есть нечто, если есть там иное. А в нем самом все это теперь. Бытие для иного. Которое его определяет. И его определение с этим... Бытие для иного соотносится внешним образом. То есть, вот, мы получили с вами изменяющееся нечто. И мы с вами понимаем, что нечто может быть только таким. Постоянно изменяющимся. Постоянно изменяющимся. Ну, в своей истине. То первое представление, еще было очень поверхностное такое. При ближайшем рассмотрении мы увидели, что нечто есть изменяющееся. Ну, если брать некоторое определение, тоже, скажем, соотношение с... Вот то, что эти определения в себе, как соотносящиеся с иным. Негативным, отрицательным образом. Ну, скажем, определение социализма. Может, конечно, дать, там, бесклассовый строй, его первой фазе. Еленевское определение социализма, если уничтожение классов. Это прям подчеркивается. Что в себе, как отрицательность, соотносящаяся с иным. Как уничтожение класса. Такое пление исключительно детективное. То есть, не мертвое такое, что вот... Классы – это точно бытие для ином. Социализм. Потому что социализм – это первая фаза, я подчеркиваю, бесклассового общества. А тут классовые различия. Да, это бытие для ином. Ну, так тогда вот как можно быть равным самому себе? Только отрицательно соотносящаясь с этим неравенством. Только уничтожая классы. Ну, не беспокойтесь, а классы... Дальше, если мы берем это... Существование наличия классов – это же характер. Социализм, как имеющий классовые различия. Это вот характер внешний, противоречие. Поэтому не беспокойтесь, классы тоже начинают переходить. Характер определения и начинают трансформироваться в определение. То есть, движение к перерастанию бесклассового общества в классы тоже присутствует в социализме. То есть, мы его так понимаем. Социализм и уничтожение классов. То есть, отрицание классов. А классовые различия отрицательно не соотносятся к социализму. Еще как соотносятся. Кто сознательно, кто бессознательно. Мелко-буржуазные стихии. Нам вырвать, а там трава не растет. Да, никаких политических программ не надо. Просто вырвать и все. А когда каждый вырвет, так он и рухнет социализм. Каждому человеку, наверное, свойство на стремлении к частному, на стремлении к общему. Да, это противоречие каждому человеку. Совершенно верно. Каждому человеку. Как один мой знакомый сказал, мне без разницы, кто придет. Красные придут. Да. Белые придут на частные. Лишь бы работать давали. Ну, работать давали. Вы так и говорили. Так это... Поймите, время ваш упасть. Мы обыватели, нас обувайте вы. И мы уже за вашу власть. Вот это как раз нам безразлично. На самом деле, это не безразлично. Вот это так люди бравировали тем, когда, так сказать, еще социализм до конца не пришел. И тогда они могли пойти в партком и сказать, да я рабочий, а вы мне что путевку не даете? Да мне там, и вы мне зарплату туда-сюда. Ну, сейчас хорошо. Вот ему безразлично. Вот там, значит, приходящий был социализм. Вот сейчас уже утвердившийся капитализм. Ну, и чего? Как? Насчет путевок. Входите куда-нибудь. А пожаловаться кому? Ну, если только жене. Путину можно написать. Он, наверное, что-нибудь ответит. Нет. Путин не ответит. Потому что письмо не ответит. Ответ администрации, которая перешлет это туда, а это перешлет сюда. Ну, наверное, насчет того, что... И вас пригласят к руководству и скажут. Что же это такое? Давайте, если так поставили вопрос, я чувствую, мы с вами не сработались. Но кто-то должен уйти. Кто же? Как вы думаете? Должен остаться один. Должен остаться один. Поэтому все это безразличие, конечно, и бывать-то не будут. Мы за вашу власть. Это иллюзия мелкобуржуазная, что можно сидеть на двух стульях. Мелкобуржуазия, конечно, колоссальным образом выигрывает от того, что, скажем, от установления, скажем, пролетарской диктатуры. Ну, у нас же мелкобуржуазия и выиграла. Землю-то дали. Там по льготным ценам, семена, то-се, так сказать, и власть-то, и уже порой-то их перестали. Почему они рвались белыми? Поэтому, конечно, лучше бы сюда. Даже если ты мелкобуржуазная, то... Ну, дается у нас немножко поразбираться в теории. А они еще не разбираются в теории. Поэтому они говорят, что нам все равно. Жизнь учит, конечно. За другое дело, что вот она учит, и не только этого буржуа, вернее, вот такая школа, так сказать, тогда, в которой много чего и теряется, и погибает, и так далее. Еще временной отрезок маленький, если бы жили 300 лет, можно было понять, что лучше, что хуже, как чего. Нет, нет, поколение, каждый приходит. А три поколения, все понятно. Да, ладно, а новое поколение, второе поколение, не третье, оно уже не может сравнивать с тем, научатся по этому опыту, и тогда, конечно, начинается вопль. В этом смысле учиться можно у жизни, да, это само собой. Но у политических представителей классов учеба должна быть не только по опыту, но и по теории. Потому что теория – это осмысленный и закрепленный, и просветленный опыт всей предшествующей борьбы. Масса учится не по книгам, но поэтому они очень часто попадают в такое положение. А вот вождение по книгам, если учится, это караул. Ну, тогда это противоречит определению вождя. Да? А проблемы есть. Надо слиться с массой, говорит Ленин, не отрываться. Да, сливаясь-то с не только, а масса – это значит не очень просветленная. Но это следствие для того, чтобы свет нести, процесс, проявлять свое определение в характере. Ну, вот свет понесете, а там будет тьма на вас зоить. Так вы должны утверждать себя в качестве вождя. То есть еще больше учиться, искать дополнительные аргументы, подходы, поднимать своих, чтобы было более понятным, а не только все время опускаться. Вы все время опускаетесь, так не забудьте, что там не так опустите, что и забыли про теорию. Так что завершая наши занятия, я хочу отметить, что мы с вами подошли к очень важному понятию, изменяющемуся нечто, и, так сказать, содержательному, и если мы правильно понимаем изменяющуюся нечто, мы очень правильно можем тогда и многое понять, опираясь на это, и в нашей жизни, что, конечно, нам важно, учитывая, что мы с вами изучаем не для того, чтобы оставаться в сфере философии, мы с вами не профессиональны, и это не наша профессия, и вообще роль философии не в том, чтобы замыкаться в самой себе, а чтобы служить основой для преобразования мира в позитивном управлении. Спасибо, пойдем дальше в следующий раз.